Привет! Спешу познакомить вас с новинкой планшет бюджетный от Blackview, который достоин вашего внимания. Поверьте, я знаю о чем я говорю и во время обзора, я думаю, вы служите все плюсы и минусы и поймете, что действительно хорошая новинка появилась на рынке не только в Китае, но и уже доступна в Украине. Посылка дошла примерно за 6-7 дней. Отправили нам ее Диэшелом и скажу честно, что нам компания отправила для обзора специально одним из первых. И по-моему, это один из первых обзоров на Ютубе, включая иностранные и большая ответственность на мне. Поэтому с радостью поделюсь этой новинкой. Буду говорить все честно, без всяких проплаченных, как говорят, обзоров. То есть мне просто прислали на обзор эту новинку, но чтобы я рассказал все о ней. И вы знаете, у меня есть чем сравнить. Я недавно заказал еще одну новинку. Вот такой вот планшет T-Clast T-Pad P25. Это 10-дюймовый планшет. Я не просто так его здесь рядом держу и показываю вам. Скажу, что вот думаешь, ну вроде все четко, все классно, все подходит. Но когда начинаешь пользоваться планшетом и интерфейсом, программами, то понимаешь, что он тупой. И в том обзоре об этом планшете я еще не снимал, но я расскажу. Так вот, про этот планшет, который доступен уже в продаже, 8-дюймовый экран, совершенно все меняется. То есть реально собрали комок вот так вот все вместе и сюда воплотили. Есть модели разных брендов, но вот кажется это будет хитом по доступности, по бюджетнику. И я уже провел максимальные тесты. Осталось провести лишь один тест. Это сколько он держит в ютубе по онлайн видео. Разряд батареи от 100 до 0%. Но об этом я напишу в комментариях и в описании под видео. А также выпущу отдельный обзор на канале. Давайте знакомиться. Это у нас цвет, как здесь указано, Pitch Gold. Это кажется такое розовое золото. Сейчас я покажу сколько он стоит на момент обзора. И сейчас проходит распродажа. Поэтому думаю вам будет актуально узнать цену на него и как можно еще сэкономить. Цена на него сейчас по скидке 106 долларов 49 центов. Ну понятно, что все здесь завышено. И будем говорить так, ну нормальная цена для планшета. Цена 105.49 со скидкой от магазина 1 доллар. По крайней мере у меня так показывает. Но если вы хотите еще сэкономить, то тогда выбирайте промокод. Я вам эти промокоды оставлю тоже в описании под видео. От 100 долларов 12 долларов скидка. Backit BF12. Кстати, Backit это кэшбэк сервис по скидкам, по экономии. Не только на Алиэкспресс, а и в сотнях других магазинах. И мы уже им пользуемся, по-моему, около 5 лет. Без преувеличений. Думаю, вы захотите воспользоваться этим кэшбэком. Ссылку для регистрации и пользованием этим кэшбэком я оставляю в описании под видео. Итак, цена 105.49. Нажимаю применить. Смотрите, какая цена стала. 93. Пожалуйста. Нажимаем оплатить и получаем планшет. Но у нас он уже на обзоре. Давайте познакомимся и посмотрим комплектацию. В комплекте вот в такой вот классной упаковке с изображением самого планшета. Без чехла. Чехла в комплекте нет. Tab 6. Здесь у нас указано его главное преимущество. Это Android 11, 8-дюймовый IPS HD Plus экран. У него 3 гигабайта оперативной памяти, 32 встроенных, 5 580 батарея. Передняя камера 2 мегапикселя, задняя 5 и есть вспышка. Ну и указано, что есть еще два цвета. Серый и голубой. В упаковке нас встречает инструкция. Вот так вот здесь лежит под ней скрепка для извлечения лотка с сим-картами или картой памяти. У нас по сути полноценная звонилка, есть динамик разговорный и при приближении экран тухнет. То есть как будто большой смартфон. Фирменный блок питания 5 вольт, 1 ампер, слабенькая зарядка на 5 ватт и родным блоком питания аккумулятор заряжается около 5 часов. Далее кабель для зарядки USB на USB Type-C. Да, ребята, здесь все по максимуму современный планшет. Теперь о внешнем виде планшета. У него 8 дюймов экран, рамки обычные для такого планшета. Сверху без воздушной прослойки установлено стекло. Здесь действительно стекло и стекло защищено пленкой. Ну вот так вот будет видно. Здесь эта пленка наклеена уже, то есть нужно еще было снять. Кстати, она здесь и находится. Это пленка с завода, вот она. Наклеена, снимаем и пользуемся. Сверху располагается динамик разговорный, а здесь располагается датчик. И если при совершении звонка, когда вы подносите его к уху, то дисплей будет гаснуть. Вот так. Раз, он потух. И вы слышите уже здесь. Вот он. Это не громкая связь. Очень хорошая слышимость. Удобно пользоваться. Поднес к уху, раз-раз, переговорил. Микрофон, кстати, располагается в нижней части. Вот здесь вот есть отверстие. Такая слегка небольшая выемка. И это мудро, потому что больше на вас направлен микрофон. Если включить громкую связь, пожалуйста. Очень хорошо слышно. Здесь, кстати, два динамика. То есть, вот почему я говорю, что во время обзора вы будете понимать, что все супер. Стереозвук. Правда, расстраивает, что люблю я, когда звук, динамик с левой и с правой стороны находится. Но решили направить его все вниз. Видимо, в целях экономии, чтобы не располагать как-то, не растягивать по модели. А так, все отлично. По расположению у нас, если держать его вот в таком вот состоянии, располагается кнопка громкости, кнопка включения. Они слегка выступают. Никакого люфта и поклацывания нет. Сверху планшета располагается гнездо для зарядки USB Type-C. Разъем сим-карты. Сюда сейчас мы заглянем. И 3,5 для наушников не убрали. Что огромный плюс. Снизу, это значит для динамики, отверстие для самих динамиков. Левый торец экрана, ничего на нем нет. Сейчас установлена сим-карта. И обратите внимание, что работает 4G полноценно. Причем интернет работает сейчас. И вот даже отображается скорость сети. Кстати, по умолчанию скорость сети не показывается. Нужно зайти в настройки и активировать этот режим. Записи разговоров нет. Ну а так полноценная звонилка, включая английский и русский язык. Включив режим полета, открываем лоток с сим-картой. Он слегка выезжает, как у современных устройств. И теперь извлекаем сим-карту. Вот так. Сим-карта здесь нано. Также устанавливается еще одна. Можно две симки установить. Либо карта памяти и нано-сим-карта. 32 встроенных. Плюс поддерживает, кажется, до 256. Я могу ошибаться. Но даже если поддерживает 128, это уже отлично. То есть еще раз хочу сделать акцент. У нас три динамика. Два снизу и один сверху. А это значит, что для разговоров будет использоваться не громкая связь, а обычный динамик, как у ваших смартфонов. Поближе подносите и звоните. Хороший вариант, если вы не хотите давать, например, детям, когда они идут в школу, телефон, но нужно какое-то устройство для учебы. То вот хороший вариант. Купили один планшет. Учи, читай, исследуй. Ну а дома, конечно же, смотри YouTube и так далее. Или же проводи видео встречи. А если родители или друзья позвонят вам, то сим-карту установи, пожалуйста, веди переговоры. Да, для детей большой. Но если вот совместить все стороны, плюсы и минусы, то отличный, хороший вариант. Как для работы, так и для учебы. По сути, я уже такой себе итог сделал. Но давайте еще знакомиться с ним. Вот я двойным касанием нажал по кнопке, и у нас запустилась камера. Это у нас камера. И камера у нас для такого смартфона снимает очень даже, точнее, такого планшета снимает очень даже хорошо. Снимки быстро. Автофокуса здесь нету. Стоит режим бесконечности. Съемка стоит, видео съемка стоит только в 720-30 кадров. Ну и как передний модуль, так и задний снимает именно в этом разрешении. По начинке у нас установлен здесь 11-й Android. И довольно приятная оболочка. Все на русский язык переведено. Есть режим жесты. Сейчас здесь установлены кнопки. Но при запуске меня спросило, какой системой навигации я хочу пользоваться. Я выбрал пока есть кнопки для обзора. Но здесь есть жестовая навигация, что является неотъемлемой частью нашей жизни. Лично мы уже очень привыкли. И если зайти в настройки о планшете, то здесь практически все параметры открыты. Четырехъядерный процессор. Сейчас мы о нем поговорим. 11-й Android. Три оперативки, 32 встроенных. Задняя, передняя камера. Разрешение экрана 1280 на 800. И что интересно, экран поддерживает 10 касаний. Это отлично. Также этот планшет, что меня еще тоже приятно удивил. Обычно такие функции ставят в более дорогих устройствах, смартфонах. А здесь есть функция активация при поднятии. Правда название очень интересное. Просмотр уведомлений в вертикальном положении. Я его включил. Прежде чем я покажу, я еще скажу, что здесь есть разблокировка по лицу. И работает тоже, к удивлению, корректно и быстро. Достаточно при включенном режиме взять устройство в руки, поднять его вертикально. Он вас видит, включается и разблокируется. Вообще это быстрее происходит. Вот я просто беру, он включается и разблокируется. Вот. То есть ничего не нажимаю. Очень удобно. Ну а если просто проверять разблокировку по лицу, то вот демонстрирую. Не скажу, что прям мгновенно. Но меня видит и даже в сумерках хорошо распознает. Версия Bluetooth 5.0 и поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi. Также есть возможность сделать свою точку доступа. Можно отсюда раздавать интернет для других устройств. Настраивается даже диапазон частот вещания. 2,4 ГГц или 5 ГГц. И конечно же поддерживает функцию работы с автомобилями, с устройствами Android, Android Auto. Конечно же здесь есть разделение экрана. Если вы запустили диспетчер, теперь вам достаточно нажать на эти три точки. И у вас есть здесь предложение разделить экран. Теперь осталось выбрать, что вы хотите. Ну, к примеру, вот выбрал я. И здесь я могу уже смотреть полноценно две программы. Правда вот вижу, что в вертикальном режиме работает, а в горизонтальном нет. И при этом вы можете еще регулировать разделение экрана. Тоже удобно, но не все, возможно, приложения могут это поддерживать. Думаю, вас это особо не расстроит. По крайней мере, я здесь сверху смотрел YouTube, а здесь работал. Кстати, про YouTube. Давайте зайдем в YouTube и я вам кое-что покажу. Запускаем один из последних таких активных роликов. Это обзор на авиапланер. И я включу сейчас настройки YouTube. Включен 3G. Переключился, видимо, с 4G на 3G. Но мы сейчас выключим интернет мобильный и перейдем на Wi-Fi. И покажу вам, что в YouTube, несмотря на то, что экран здесь с разрешением 720, мы смотрим и можем смотреть. Картинка очень плавная. Разрешение, внимание, 1080-60 кадров. Отличные показатели. Заодно и проверим звучание. 1080-60 кадров. Выбрали. И теперь запускаем видео. Еще и можно раздвинуть экран. Класс! Да-да, именно такие эмоции испытываешь, управляя этим самолетом. Уточню, управляя землей. Ведь это радиоуправляемая модель. Хотя, смотря на эти кадры, так сразу и не скажешь, что это игрушка. Экран чувствительный, динамики громкие. И если вы хотите посмотреть, досмотреть, вдруг не видели, ну мало ли. А я знаю точно, вы еще, возможно, не видели. Потому что смотрите это не очень активно. Здесь есть ссылка в подсказках. Переходите и посмотрите обзор на этот радиоуправляемый самолет KF-PLAN. KF-605. И даже ссылка есть с промокодом, где можно его купить. Хороший подарок. По интерфейсу скажу, что все быстро реагирует. Быстро переключается. Есть все нужное. И вот 3 гигабайт оперативной памяти очень, кстати, как раз вот хватает. Если посмотреть, сколько сейчас свободно из тех, что я использую, то 1.3 доступно. Отлично. Даже спокойно можно в режиме Asphalt 9 ввести запись с экрана. Здесь я это делал и он спокойно тянет. Я вам даже покажу вставку записи с экрана, когда я делал на максимальной графике съемку игры Asphalt 9. Давайте глянем еще программу Antutu Batchmark. Немножко неоднозначные тесты, потому что тест по графике проходит неполноценно. На 137 952. Ну и вот, что вы видите. Ноль. Ноль. И это значит, что он неполноценный. Я несколько раз пытался по-разному это все сделать, но ничего не помогает. Но это нас не пугает. Я его проверил в Asphalt 9 на максимальной графике. Ребята, отлично справляется. На 8-дюймовом экране графика просто огонь. И разряжается он в игре. Аккумулятор, который заявлено, что 5580. На максимальной яркости в игре и на максимальной громкости 4% за 10 минут. Вот такие вот показатели. А если же вы опускаете до самого минимума и выключаете громкость, только графика, то тогда разряжается 3% за 10 минут игры. Ну, с легкостью можно вычислить его работу. Давайте еще посмотрим некоторые параметры. Например, я обещал о процессоре. Процессор здесь у нас бюджетный. Unisoc T310. И за графику отвечает PowerVR Rogue GE8300. То есть тоже все по бюджетному. Но выжато на максимум. Максимальная частота процессора 2002 МГц. Вот у нас показатели аккумулятора. 5580 это заявлено. Но вот по первому тесту он от 0 до 100% 4788 не дотянул. Но я думаю, что у меня какие-то проблемы с тестером. Потому что дома много тестирую сейчас PowerBank. И вижу небольшие расхождения. Поэтому заказал новый триггер. Это тестер для тестирования подобной техники. Он поможет более точным быть. Но, несмотря на то, что 5 580, а здесь 4 788. Такие расхождения, кажется, большие. Он отлично держит. Вот я его с утра включил. И скажу, что с утра с 4G, с Wi-Fi, с тестами. Вот у него сейчас на момент 13.45 91%. Очень так спокойно. Ничего в фоне не кушает. Аккумулятор работает. То есть отлично работает. Просто вот по автономности. Потому что есть такие планшеты, что то резкие какие-то скачки падения. Когда вот бюджетные планшеты. Речь вот о них идет. Поверьте, знаю о чем говорю. Или же когда доходит там до 10%. До 9%. А потом резко падение и отключаются. То этот планшет с 1% заряда. Уже был 1%. Он еще минут 10 работал в режиме Asphalt 9 в игре. Потому что я разряжал именно в игре его. И хотел увидеть, как он себя показывает. Кстати, не греется. Что интересно. То есть обычная температура. Легкое такое нагревание в этой области. Где материнская плата. И что еще пока не забыл. Упомяну, что у него нет индикаторов уведомления. А также, когда он разряжается. То после того, как он опустился ниже 15% заряда. То есть 15% ниже. Показатели аккумулятора. Вы фонарик включить не можете. Вот здесь фонарик. Давайте покажу, как он работает. И включив его. Ну, не скажу, что он прям вот прям очень яркий. Я бы даже сказал, такой очень скромный. Как вот есть какие-то брелки. Что-то похожее. Но светит. Светит. Для чего-то может и пригодиться. Поэтому он здесь есть. Принудительно вы фонарик уже включить не можете. Но если ниже 15% заряд. То в камере вспышка работает. Вот такой вот приятный феномен. Не знаю, приятный, неприятный. Также есть FM-радио, но без наушников не работает. Давайте проверим диктофон. Заходим в диктофон. Выбираем самый максимальный. Вы посмотрите. Есть MP3, есть AAC и IMR. Качество выбора. Я выбираю MP3. Куда сохранять? Есть тоже возможность выбрать. И нажимаем запись. Напомню, что микрофон находится здесь. Запись вы уже слышите именно с него. Я вот его положил на стол. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка микрофона у Blackview Tab 6. Вот в принципе вы будете слышать, как записывается. И вас собеседник тоже в режиме записи разговора. Или же в режиме разговора с собеседником. Тоже вас будет также слышно в принципе хорошо. Только слегка ужато из-за мобильной связи. Останавливаем. Тесты вы слышали. Был рад провести и этот тест для вас. Давайте еще закончим с тестами по Antutu Batchmark. По некоторым датчикам. Есть акселерометр. Также имеется датчик приближения. Вот здесь он находится. Есть датчик сильного движения, который помогает при поднятии, включать экран. Шагомер и детектор шага. То есть если вы еще и с собой его будете носить, то он вам может считать шаги. А значит для этого нужно установить просто какую-то программу. Также его можно использовать как полноценный навигатор. Я еще не проводил на нем тесты GPS. Вот только установил программу. И сейчас запускаем этот тест. У нас посмотрим при первом включении за сколько он выйдет на связь. Пока никаких результатов. Но для первого раза это нормально. Смотрим. Запрос. Конечно вижу, что пошел. Потому что появилась отметка геолокации. 4 уже видит. То есть все без всяких я сокращений показываю, как есть. 7 видит в помещении. 9 и уже 6 используются. Все отлично. То есть для первого вообще, первый раз в жизни на нем запускается этот тест. После того, как его выпустили с завода. То вот уже отлично он проложил маршрут. И смотрим. Сигнал отличный. И используется уже на данный момент GPS, Beidou. Но еще поддерживает GLONASS. Так что все типы спутников он поддерживает. По поводу связи 4G. То есть он работает с LTE связью без проблем в любой местности. И будет работать. Подберете себе. Если еще и путешествуете, то 2 сим-карты, 2 разных операторов. Мало ли там связи не будет. Будет отличная связь. Прием сигнала отличный. Как Wi-Fi, так и мобильной связи. Вот я сравниваю даже со своим смартфоном Poco. Или же рядом у меня здесь лежит еще Bison X10 Pro. Противоударный. Который имеет более улучшенный сигнал. То вот я сравниваю с ним. Нету здесь большой разницы по приему сигнала. Возможно если бы там где-то вообще в глуши в лес пошел. Может тогда бы это было бы показателем. В планшетах обычно со связью. Как с приемом Wi-Fi, так и GPS. Или же чем-то другим. То у них есть место где разместить антенну. Поэтому проблем нет. И это огромный плюс. Стоит отметить, что здесь установлено. Хотя сразу не определишь. Но операционная система от Blackview фирменная. Они сами ее модернизировали. Android этот. У них появилась здесь морозилка. Оболочка по-моему называется DockOS 2.0. Морозилка. Это значит, что можно заморозить приложения, которые вам мешают, надоедают или потребляют много чего-то. Есть игровой режим и управление безопасностью. Еще когда вы его получаете, есть несколько игр, которые возможно просто вас рассмешат. Они здесь есть. Как предустановленные. И также Office. Кстати, игры здесь в отдельную папку собраны. Вот они. И их несложно удалить. Нажимаете. Перетягиваете. Удалить. Все. За экран я говорил, что он очень чувствительный. Но не показывал вам еще яркости. Минимальная яркость. Он, кстати, сейчас на максимуме стоит. Но не скажу, что он прям яркий. В студии, если сидеть здесь. Но в комнате в сумерках очень на глаза дает. Поэтому делаем самый минимум. И все равно экран хорошо различимый. То есть отчетливо все видно. Значит порог пониженной яркости у него слабоватый. Поэтому если даже установить на минимум, все равно удобно смотреть и комфортно. Ставлю на максимум. И покажу, что еще есть в отношении экрана. Есть ночная подсветка. Видите, делается защита глаз. Есть еще один интересный режим. Называется темная тема. Ее все любят. Вот так. Отключаем ее. Видите, как быстро реагирует. Есть ночной режим. Он тут что-то делает. Оттенки серого включает. И еще что-то. Но вот оттенки серого. Сейчас покажу вам, как выглядят. Включаем этот режим чтения. И все становится как у книжки. А это значит, что глаза ваши будут беречь. И экран не давит так на глаза. И расход аккумулятора будет гораздо лучше. Можно яркость убавлять. Включаете браузер. И что-то там исследуете, читаете, изучаете. Для того, чтобы познавать что-то новое. Теперь давайте запустим игру. Но прежде чем мы это сделаем, я вставку сделаю записи игры на этом планшете. Чтобы вы посмотрели, как он записывает. Во-первых, запись с экрана встроенной программой, которая здесь тоже есть. Вот она внизу написана. Запись экрана. И вы посмотрите, как он записывает. И увидите ту графику, которую он смог передать. А потом я запущу игру. Играет музыка. Немного тестов. Это для того, чтобы вы смогли определить, как все это происходило. Но теперь давайте реальные тесты. Максимальная графика установлена. Я делаю максимальный звук. Кстати, дальше еще протестируем звук. Выбираем какую-то карьеру. Ну и поехали. Я пока ничего не делаю. Убавлю громкость. Потому что звук очень классный по громкости. Для бюджетника просто радует. Ну и теперь добавим доску. Графика отличная. Конечно, не такая, как вообще у флагманов. Но поверьте, я на таких планшетах или подобных устройствах, телефонах, выдал графику много раз и скажу, что она здесь отличная. Слегка, где-то слегка притормаживает. Но практически незаметно это. Это не мешает игре. И когда проводились тесты Antutu бэшмарк, то там были показатели игр по кадрам. То 30 кадров FPS спокойно вытягивает без проблем. Буду рад, если вы, когда станете реальным владельцем этого устройства, напишите, как у вас работает он при нагрузке. Какие игры вы используете. Надеюсь, они все познавательные и полезные. Развивают ваши способности. Ну и любой комментарий вообще ценю. А надеюсь, вы оцените труды лайком. Ну и теперь давайте протестируем звук. Звук устанавливаем на максимум. Запускаем. Даже бас есть. Звук устанавливаем на максимум. Конечно же, вы слышите его уже через микрофон. Плюс всякие пережимания. Но лично я ничего не усиливал. Показываю, как есть. И сразу хочу сказать, что звук просто класс для бюджетника. Не как из кастрюли или из коробочки. Отличный звук. Тоже ставлю лайк. Без преувеличения. Можно комфортно посмотреть фильм. Потому что здесь стереодинамики. Правда, в одну сторону звук идет. Если смотреть его в горизонтальном положении. Отлично также подходит для видеоконференций. Например, установив программу Zoom. Уже довольно популярная программа. С родными связываться. Или же через мессенджер в Facebook. Созваниваться. Или Viber. Или Telegram. То без проблем. И вас хорошо слышно. И видно. И вы хорошо видите и слышите. Вот такое вот устройство. Все в одном. Ну и конечно он поддерживает подключение флешек, мышек и клавиатур. Через переходник USB Type-C на USB. У нас срабатывает флешка. И уже в шторке отобразился USB накопитель. Чтобы можно было с него считывать данные. Тоже очень удобно. Быстро сбросил. Скинул какие-то файлы на него или с него. И передал другу. Или же надо что-то распечатать. Кстати, по поводу распечатать. Недавно был обзор на мощный принтер-сканер 3 в 1. Копировальный аппарат. Вот здесь вот ссылка на него есть в описании. Посмотрите. Очень интересный вариант. Мы его приобрели для личного пользования. Отличный. Рекомендуем. Давайте подведем итог. Хоть и прислали нам его для обзора. Но скажу так. Если бы он был плохой, я бы вам сказал. Ребят, вы знаете, он не стоит этих денег. Не берите. Вообще забудьте. Или же на вашу совесть вы сами решаете, что делать. Но в данном случае я не знал, что получу. Естественно, что я понимал, что это новинка. Естественно, что я понимал, что это что-то новое. Но обычно, когда делают новое, иногда просто берут что-то. Добавляют к нему какую-то приставку. И делают будто бы из этого новой модели. На самом деле, это старая модель с новым названием. Но в данном случае здесь действительно вижу, что все отлично собрано. Корпус, хоть и из пластика, но отлично все держится. Работает. Увесистый. 374 грамма. Осталось прикупить к нему чехол. Ссылку на чехол я тоже оставлю в описании под видео. Хороший помощник в учебе, в работе, в развлечениях. Смотреть фильмы. Все, что нужно. В нем есть. Осталось вам посмотреть фотографии и видео, которые были сняты. Ну, мало ли. Надо вот. Есть камера. Надо ее протестировать. Я с вами прощаюсь. Вы ставьте лайки. До встречи в новых видео. Ссылка, где можно купить его, в описании. И промокоды тоже там. Пока. Так записывает передняя камера у данного планшета с разрешением 720. Микрофон находится в уголку сверху на экране. Практически вот между корпусом и экраном. Ну, для видеоконференции отлично. Естественно, что в пути вряд ли кто-то будет общаться. Но на всякий случай пройдусь. Покажу, что стабилизация здесь отсутствует. Но картинка терпимая для такого планшета. Теперь тестируем заднюю камеру. Поехали. Задняя камера. Хотя на улице не солнечная погода. Но автофокуса как такового здесь нет. То есть все снимает общим планом. Режим бесконечность, так сказать. На улице ветреная погода. Поэтому может где-то в микрофоны попадает шум ветра. Но качество хорошее. Вот так вот тестируется. И хорошо видно. Вот, например, раз, два. Отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА